Если дети не идут в музей, то музей приходит сам. Такой философией придерживается коллектив Пушкинского музея. Они везут частичку культуры и истории из Псковской области в любой регион России и даже за границу. Школьникам рассказывают о творчестве и биографии Пушкина. В фойе фотовыставка под названием «Волшебные места». Михайловское – родовое имение поэта, Петровское и Тригорское имение. А дальше самое интересное – мастер-класс по изготовлению лубочных картинок. «Раскатать вот так вот в разные стороны, аккуратно, никуда не торопясь, до тонкого матового слоя». Своё произведение каждый ученик уносит с собой. На каждой картине – герой пушкинских сказок. Лубок – типично русское явление, просуществовал вплоть до начала 20-го столетия. Такие картинки стоили от полкопейки до 25, в то время приличные деньги. Поэтому лубочные картинки в доме считались признаком достатка. Лубок – доска липовая. На ней вырезался рисунок объемный, и затем делались отпечатки. Отпечатки эти затем отдельными артелями раскрашивались гуашевыми красками. Для старшеклассников урок исторического письма. Школьники отложили в сторону шариковые ручки и взяли в руки гусиное перо. Орудовать пером проще, чем может показаться, и почерк сразу становится аккуратным или, как говорят, уважительным. Почерк разборчивый, понятный каждому, почерк без помарок, который не надо долго разбирать. Гусиное перо только для правшей. Для изготовления письменных принадлежностей брали 5-6 самых крупных перьев именно из левого крыла, чтобы создать нужный наклон для правой руки. Такие перья не ломались, долго служили, их можно было несколько раз затачивать. Процесс затачивания тоже был особым. Одним движением под углом 45 градусов их нужно было очинить. Предварительно перья мылись, кипятились, из них вытаскивалась серединка, вот из самого перышка, там такая ниточка беленькая есть. И затем эти перья втыкались в песок, раскаленный до 100 градусов, чтобы кончик приобрел определенную жесткость. Такое тесное знакомство риутовчан с Пушкиным – идея местного писателя Сергея Сокурова. И, по его словам, это только начало долгой дружбы Реутова с Пушкинским музеем. Мы создаем сейчас вот такую общность Пушкиногорья-Реутов, Михайловская-Реутов, в котором будут задействованы в первую очередь наши школьники. Еще одно мероприятие, посвященное Пушкину, пройдет в Реутове завтра, 8 ноября. В музыкальной хоровой школе «Радуга» состоится фестиваль-конкурс «Пушкинский камертон». Там дети продемонстрируют свои музыкальные и поэтические таланты. Виктория Волкова, Александр Попов, телеканал Реутов.